продолжаем говорить о языке сценариев javascript и сегодня я расскажу вам как строить код в html страницу в предыдущем уроке и статье я вам показывал примеры сценариев которые работают на сайтах в интернете и вот сегодня мы попробуем создать такой же сценарий конечно он будет намного проще мы не будем делать никаких вычислений задача потому что стоит иная задача стоит показать вам как в принципе встраивается код javascript в html страницу итак создадим обычный html файл то есть как это мы всегда делаем правой кнопкой создать текстовый документ здесь пишем ну допустим старт старт и расширение html про расширение я вам рассказывал в одном из первых уроках если кто не знает повторять не буду нас спрашивает измените расширение отвечаем да то есть вот получился у нас такой вот файлик html это пока что пустая страница то есть если мы его запустим браузер конечно его откроет но как видите страница пуста ничего ничего там нет и так чтобы там что-то было но для начала надо какой-то html код создать вы можете использовать блок блокнот то есть открыть с помощью здесь выбираете блокнот я же использую специализированный текстовый редактор с подсветкой синтаксиса о таких специальных редакторах мы как-нибудь поговорим в следующий раз просто знаете пока что такие существуют но вы с таким же успехом можете использовать блокнот и так вот такой вот есть редактор у меня ну тоже не буду так сильно распространяться пока что по этой теме текст у меня уже заготовлен я его просто вставляю сюда вот этот текст html html код html разметка что такое вы должны уже понимать если же нет то отправляю вас к тем ссылкам которые вам уже давал на всякие там разные видеокурсы по html ну если вы заметили сейчас убрал пока код сценария пока оставил просто html страницу давайте посмотрим что же она нам дает увидеть эта страница то есть как видите вот у нас этот текст который мы который написан в исходном коде вот он вот он этот между тегами body вот он выводится на в браузере и все и больше ничего там нет теперь значит о том как вставлять сценарии код сценария помещается между тегами скрипт примерно так как описано ниже то есть сначала идет открывающий тег скрипт вот этот вот вот этот вот здесь значит скрипт и параметр type который определяет что это обычный текстовый файл язык сценария javascript вот где-то здесь дальше находится исходный код самого сценария и закрывающий тег тег вот с этой сам косой чертой здесь я но забыл убрать ее хотел без него но это неважно то есть ну если вы html немножко знаете то узнать должны помнить что парные теги они состоят из двух тегов открывающий тег который открывает какой-то блок html кода и закрывающий тег который от открывающего как правило отличается только наличием косой черты вот здесь вот примерно так вот мы делаем то есть видите то о чем я говорил вот это открывающий тег вот это закрывающий тег и вот это код самого сценария то есть вот эта функция стандартная alert она просто выводит сообщение которое передается в качестве параметра то есть если мы сейчас сохранить конечно этот файл если мы сейчас запустим эту страницу то на странице появится сообщение вот которая передана функцию alert давайте попробуем и как видите вот оно это сообщение и вот он этот текст который мы передали в это сообщение у такого простого сообщения есть только одна кнопка ok которая позволяет пользователю подтвердить что да он все понял увидел сообщение ваше нажмем ее и как видите открылась страница которую мы уже открывали то есть мы с вами написали простейший сценарий вставили в html код сценарий этот может в принципе помещаться в любом месте но лучше его помещать между тегами хит то есть заголовок но при необходимости можно его разместите в другом месте html страниц еще немного расскажу вот об этих символах если мы их уберем то в принципе в современных браузерах этот сценарий тоже отработает нормально но некоторые старые браузеры они могут не понять что мы от них хотим и и неадекватно отреагировать на наш сценарий вот именно для таких старых тупоголовых браузеров мы помещаем исходный код сценария в теги комментарии в html то есть вот эти теги комментарии в html они не выводят то что находится в них на страницу давайте если мы так пардон это немножко сделал если мы эти теги поместим вот здесь то страница будет пустой то есть видите в блокноте вот такого выделения не заметите а вот мой умный редактор текстовый редактор он понимает что это комментарии выделяет его вот таким цветом так сохранил давайте попробуем теперь запустить сценарий отработает потому что мы ничего не изменили все осталось как прежде но как видите текста нету потому что этот текст у нас заключен в комментарии браузер его не выводит и именно для этого чтобы старые тупоголовые браузеры не воспринимали код сценария как простой текст и не выводили его на страницу именно для этого рекомендуется помещать и код сценария между тегами комментариев а теперь еще один момент вот это вот что такое что это за фигня а это тоже для отдельных тупоголовых старых браузеров то есть если вот это мы уберем то некоторые старые браузеры могут тоже не адекватно отреагировать на эту поэтому рекомендуется также в конце перед закрывающим тегом комментариев ставить еще вот эти два символа но я вам точно не скажу какие именно браузеры и каких именно версии вот неадекватно реагирует на отсутствие подобных вещей но я просто читал довольно много литературы и практически везде про это говорится то есть но видимо люди испытывали это и проверяли не зря же наверно пишу ну я не вижу причин почему бы этому совету не последовать на наш исходный код это совершенно никак не повлияет а теоретические проблемы какие-то может решить и так надеюсь никаких вопросов о том как встраивать сценарий html страницу у вас не возникло это конечно простейший пример но для начала попробуйте сделать хотя бы это и также рекомендую вам прочитать статью которая находится на той странице где вы смотрите это видео если же вы смотрите его на ю тубе на моем канале то под видео должна быть ссылка на эту страницу вот статье я еще кое-какие моменты обозначил то есть вот то что вам сказал еще несколько более подробно рассказал какой какие нюансы вы там можете для себя найти поэтому почитайте не поленитесь и как всегда для тех кому не терпится головой погрузиться в изучение сценариев javascript и как можно быстрее стать и крутым веб-мастером и специалистом по этому замечательному языку рекомендую не менее замечательные курсы евгения попова javascript плюс jquery а на этом сегодняшний урок я заканчиваю пока